Министерство здравоохранения обратилось в правоохранительные органы из-за пропажи средств защиты от коронавируса на сумму в свыше 900 тысяч евро. Об этом в четверг на созванной пресс-конференции объявил глава Министерства Арунас Дулькис. Защитные очки, медицинские маски, шапочки, одноразовые халаты, одноразовые перчатки – всего почти 850 тысяч единиц различных элементов средств защиты. Для понимания масштабов пропажи это примерно 20 железнодорожных вагонов с товаром. Все средства защиты с весны прошлого года заказывали из Китая, а общая сумма того контракта – 24 миллиона евро. Эти предметы поступали в Литву, принимались актами и распределялись по различным медицинским учреждениям. И вот сейчас, спустя год, перепроверили все документы. Оказалось, что средства защиты едва ли не на миллион евро испарились. Причем министр уклонился от предположений. В Чехарде начала пандемии они просто физически не добрались до Литвы из Китая, хотя деньги из казны и были потрачены, или все же были доставлены, но уже у нас разворованы. Это и должны установить правоохранительные органы. Бывший министр здравоохранения Аурелиус Верига разводит руками. Он не смог оперативно прокомментировать ситуацию, сославшись на отсутствие точной информации, о каком конкретно заказе идет речь, на каком этапе обнаружена пропажа, в отношении каких конкретно средств защиты и из каких партий установлена недостача. В знак солидарности с Чехией глава МИД Литвы Габриэлю Сланцбергес в пятницу объявил о высылке двух российских дипломатов. Он подчеркнул, что решение выслать российских дипломатов было принято в результате консультаций с партнерами и не исключил, что Россия в ответ на действия Литвы вышлет из Москвы несколько сотрудников литовского посольства. Общее число граждан Беларуси, которые получили убежище в Литве, стремится к четырехзначному. МВД на этой неделе объявило, что по гуманитарным причинам в нашу страну разрешено въехать уже 805 белорусам. Часть из них уже переехали. Их принимают по упрощенной процедуре, которая начала действовать с середины августа прошлого года. Введенные шесть лет назад прямые выборы мэров противоречат Конституции, постановил в понедельник Конституционный суд. Это постановление вступит в силу через два года, то есть в конце срока полномочий избранных сейчас мэров. И означает оно, что в 2023 году прямые выборы мэров самоуправлений возможны лишь в том случае, если до этого будут внесены соответствующие изменения в 119 статью Конституции. Литва совершила прогресс, и по неофициальным данным Всемирной организации здравоохранения уже не является первой в мире по употреблению алкоголя, заявил глава Департамента по контролю над наркотиками, табаком и алкоголем. Если в 2016 году один житель страны, включая младенцев, в среднем потреблял 16,3 литра чистого спирта, то в новых пока еще не объявленных данных напротив названия Литвы появится цифра 12,7 литров чистого спирта. Кто же стал антилидером, пока не сообщается. Отмечается лишь, что это одна из соседних с нами стран. На проведенной в середине апреля проверке знаний литовских абитуриентов по математике средний показатель составил лишь 40%. Это очень плохой показатель, отмечает Министерство образования и готовит информацию для школ о каждом проваленном задании. Считается, что это поможет подтянуть знания до реального экзамена в середине июня. Уже с этой пятницы в Клайпетском дельфинарии вновь возобновились представления, сообщает портал от Вера Клайпеда. Экспозиции самого музея работают уже больше месяца, однако представления дельфинов и морских львов возобновились только сейчас. Учитывая действующие карантинные правила, одновременно за выступлением морских млекопитающих смогут наблюдать не более 150 человек. В апреле дельфинарий будет работать в пятницу, субботу и в воскресенье, начиная с мая 5 дней в неделю, кроме понедельника и вторника. Еврокомиссия рекомендует Литве поднять пенсионный возраст до 2040 года до 72 лет, сообщил на неделе портал rudelphi.lt. Литовские политики, работающие в социальной сфере и сфере здравоохранения, называют такие подсчеты теоретическими и говорят, что в них не включены аспекты, связанные с качеством жизни. В нашей стране средняя продолжительность жизни мужчин составляет 71,5, а женщин – 81 год. А в Вильнюсе грозит появиться еще один долгострой. Как национальный стадион, на который словно порча наведена. Площадка на месте бывшего здания Дворца профсоюзов на горе Таурос. Напомним, там собирались строить роскошный концертный зал, который должен был стать лучшим в странах Балтии. Дворец профсоюзов бодро снесли, а на этой неделе оказалось, что концертный зал строить не будут. О том, что проект заморожен, на своей странице в Фейсбук сообщил бывший член Горсовета Марк Адам Харальд. Новый национальный концертный зал в исключительном месте столицы должен был обойтись в 75 миллионов евро. Заболеваемость коронавирусом в целом по стране продолжает расти. Суточный прирост стабильно превышает 1 тысячу новых случаев ежедневно. Но также продолжает набирать обороты процесс вакцинации. На неделе поставки в Литву всех трех утвержденных видов вакцины шли полным ходом. Официально стала разрешена и вакцина от Джонсон и Джонсон. На следующей неделе в Вильнюсе открывается новый центр вакцинации в выставочном центре Литекспа. Только в нем ежедневно можно будет прививать по 15 тысяч человек. Тем временем парламент узаконил облегчение процедуры вакцинации. Пациент, добровольно прибывающий к месту вакцинации, с 1 мая будет трактоваться как давший согласие на прививку, то есть он не должен будет заполнять письменное согласие. Тем временем в стране обнаружили новый штамм вируса. В его названии еще нет географической привязки, но это мутант и нечто среднее между европейским и африканским штаммом. Изначально появилось предположение, что он сформировался чуть ли не в Литве и может даже печально прославить нас в мировом масштабе. Но достаточно быстро эту гипотезу отклонили. Этот же вирус обнаружили сразу в нескольких европейских государствах. Он менее заразный, чем собратья, но переносится тяжелее. На этой неделе в Висагенас прибыл настоящий десант из журналистов республиканских СМИ. 15min.lt, Delphi, Elritas.lt, Radio LRT, Еженедельник Экспресс Неделя. Скоро во всех этих изданиях должен появиться настоящий сериал про Висагенас. Мы просто не могли не увязаться за этой компанией. Конечно, принимающая сторона показала город с лучшей стороны. Что не отменяет огромный список проблем. Но гордиться есть чем, и как бы это ни звучало банально, потенциал у города сумасшедший. Итак, Висагенас, глазами заехавшего на день журналиста из Вильнюса. Уже достроена грибная база, которая для любителей этого вида спорта должна стать центральной в масштабах всей Литвы. Возможно, после пандемии подтянутся и латвийские спортсмены. Меняется туристический климат, действует кемпинг, открываются новые маршруты и развлечения, но перебивать соседние Заросай, Утину и Игнолину, кажется, никто не собирается. Это просто невозможно. Висагенас – очень компактное самоуправление, которое заканчивается границами самого города. Зато есть неоспоримый козырь – закрытая АЭС, которая до пандемии, после сериала «Чернобыль», была одной из главных точек притяжения туристов. В какой-то момент экскурсии были выкуплены на пять месяцев вперед. Кроме того, так исторически сложилось, что в городе – одна из сильнейших в Литве акробатических школ. И если все получится, то Висагенас может стать центром современного циркового искусства. Но все же главный упор продолжают делать на развитие промышленности. Словно как попытка переродиться после закрытия атомной станции. И главный бриллиант – завод по производству медицинского оборудования «Интерсерджикал». Это мировой лидер в разработке и производстве широкого ассортимента медицинских изделий для респираторной поддержки. Основной завод этой международной компании находится в Побраде, но все его мощности уже на пределе. В кратчайшие сроки построили в Висагенасе. Открыли в середине марта. Сейчас здесь трудится 240 человек, а помещения едва ли не все пустые. Все из-за того, что его строили с расчетом на постоянное расширение. В итоге здесь должны работать тысячи сотрудников. И если все так и произойдет, то это будет крупнейший работодатель регионального масштаба. Но основной капитал все же в людях. В городе проживает свыше 40 национальностей, и квалификация населения по сравнению со средними показателями в Литве просто зашкаливает. Нет больше мест, где на душу населения так много людей с высшим образованием. И, как следствие, пытливым умом. Можно пошутить про реновацию домов, которую жители встретили в штыки. Инженеры, технари, физики-ядерщики до дыр изучали предложенные проекты и буквально все забраковали. Реновация дорогая и часто слишком поверхностная. Внешняя красивая обертка здания – это еще не реновация, а выплачивать стоимость ремонта потом 20 лет. Словом, остается придумать, как задействовать весь этот потенциал. Потрясающую природу, озера, создающуюся инфраструктуру. Улучшить сообщения, как с другими городами Литвы, так и, например, железнодорожная с соседним латвийским Даугавпесом, откуда до пандемии жители огромными потоками приезжали сюда закупаться дешевыми продуктами. Именно таким висогенос на этой неделе увидели представители центральных СМИ. А вот и виды словно из прошлой жизни. С этого четверга разрешено работать уличным кафе, и истосковавшиеся жители потянулись к столикам, террасам и беседкам в надежде вспомнить давно забытое чувство. На этих кадрах Вильнюс и вечер четверга. Первый день открытия. Пока работают еще не все. Некоторые заведения столкнулись с нехваткой кадров. За долгий карантин многие сотрудники не стали дожидаться возвращения к нормальному ритму и разбежались кто куда. Ну а откроются уличные кафе в апреле или нет, до конца не было понятно еще в начале прошлой недели. Содержать штат в таком подвешенном состоянии – дело непростое. Другие общепиты, наоборот, не открылись с самого первого дня, поскольку планируют мощное расширение. Если все будет хорошо, то очень скоро весь Вильнюс может превратиться в один большой ресторан под открытым небом. А для этого банально нужно найти подходящую мебель – стулья, столики, зонтики или навесы. Еще одна причина, почему открытие не будет быстрым – чрезмерно запутанные и двусмысленные правила. В один день говорят, что расстояние между столиками должно быть не менее двух метров. В другой – что эти два метра должны быть между посетителями. И, говорят собственники общепитов, жителей не должно напугать немного изменившиеся цены. Это не из-за коронавируса. С начала года в очередной раз были повышены акцизы на алкоголь, соответственно пересчитали и цены. Сейчас же может показаться, что собственники баров вовсю отбивают убытки, что не соответствует действительности. В Вильнюсе есть места, где цена умышленно завышена, но там это громко декларируют. Это такая форма поддержки. Нам, барам и кафе, сегодня очень плохо, и вы, посетители, можете нас поддержать, получив какие-то дополнительные бонусы за символическую помощь. Впрочем, таких меньшинство. Музыка 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 Музыка